МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 11 ДТП с материальным ущербом и 5 с пострадавшими. На минувшей неделе на дорогах города было неспокойно. Крещение Господне. Как проходит подготовка к православному празднику? В семейной субботе в библиотеке Пушкина прошел день фольклора. Далее расскажем обо всем подробно. Мошенники появились и на госуслугах. Новая схема аналогична получению доступа в онлайн-банк, говорят в Минцифры. Мошенники пытаются восстановить пароль к учетной записи пользователей на портале госуслуг, чтобы украсть аккаунт. Во время звонка своей жертве они представляются сотрудниками портала и просят продиктовать код, полученный в СМС. В качестве предлога используют QR-код как наиболее актуальную тему. Минцифры напоминают, что сотрудники портала госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. «Не передавайте третьим лицам коды, пароли, номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию», сообщает ведомство. QR-код, подтверждающий наличие ковид-сертификата, появляется в подтвержденной учетной записи портала автоматически и привязывать его, то, чего и требуют мошенники, не нужно. О всех подобных звонках Минцифры просят сообщать в правоохранительные органы либо на горячую линию госуслуг 8 800 170 10. На проспекте Музруково у дома номер один водитель Рено Дастер при повороте не уступил дорогу автомобилю Тойота. В результате столкновения пассажир Лады Гранты получила телесные повреждения. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. 11 ДТП с материальным ущербом и 5 ДТП с пострадавшими. Так прошла минувшая неделя на дорогах города. На улице Московской напротив КБО автомобилист Сан Йонг врезался в машину Киа. Столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции между автомобилями. В результате ДТП водитель Киа получила незначительные телесные повреждения. Аналогичный случай произошел и по улице Академика Харитона напротив второго дома. Машина Hyundai Solaris врезался в автомобиль Киа Рио. В результате столкновения автомашина Киа Рио от удара отбросила вперед. И в результате чего она совершила наезд на впереди остановившуюся автомашину Mazda CX-5 под управлением водителя 82-го года рождения. В результате ДТП пассажиры автомашины Киа Рио, мальчик 2014 года рождения и девушка 2002 года рождения получили незначительные телесные повреждения. На перекрестке проспекта Музруково и улица Железнодорожной у дома номер 1 водитель Рено Дастер при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Тойота, который ехал навстречу. В результате столкновения пассажир Лады Гранты получила телесные повреждения в виде ушиба. Такая же история произошла и на улице Зернова у дома 64. В результате столкновения автомобилей Chevrolet и ВАЗ водитель иномарки получила ушибы. В результате обильных осадков в виде снега дорожная обстановка остается сложной. Я всех водителей призываю быть предельно осторожными и внимательными при выборе скорости движения, при осуществлении маневров резких связанных с поворотом налево, с перестроением, а также правильно выбирать дистанцию до впереди девушек машин для того, чтобы избежать столкновения в результате резкого ее торможения. За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 126 нарушений правил дорожного движения. Шесть водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения. Одного из них поймали повторно и против него возбудили уголовное дело. 13 материалов составили по автомобилям с тонировкой. В рамках акции «Пешеход на переход» оштрафовали 18 пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. Светлана Юрунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 24 тысячи КТ-обследований Нижегородцев с COVID-19 выполнил Нижегородский областной клинический диагностический центр в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В 2020 году было обследовано чуть более 22,5 тысяч жителей региона, то есть на 6,3% меньше. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 21 раз выезжали пожарно-спасательные подразделения Сарова по вызову за минувшую неделю. 10 января в подъезде дома номер 12 по улице Академика Харитона горело имущество жильцов. На следующий день поступило сообщение о пожаре по адресу проспект Ленина, 44. На первом этаже горел снегокат и детская коляска. Предполагаемая причина – поджог. 13 января огнепорцы тушили мусор в контейнере у дома номер 5 по улице Бессарабинка. А 14 пожарные оказывали помощь при ДТП на перекрестке улиц Зернова и Московской. В 16 случаях при выезде пожарно-спасательных подразделений горение не обнаружено. Суды Нижнего Новгорода рассмотрели за неделю 253 дела по нарушению указа о введении режима повышенной готовности. По итогам рассмотрения было назначено 103 штраф организациям, должностным и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Вынесено 140 предупреждений. Ответственность за нарушение указа губернатора о введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа. На граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 50 тысяч, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей, на юрлиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Перед крещенскими купаниями необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом. В преддверии Большого православного праздника крещения главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала об основных правилах безопасности для желающих присоединиться к крещенским купаниям. Купание в проруби – это стресс для организма. Необходимо воздержаться от участия в крещенских купаниях детям до 6-7 лет, беременным женщинам, кормящим грудью матерям, пожилым старше 65 лет, а также людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной, мочеполовой систем, болезнями желудочно-кишечного тракта и воспалительными заболеваниями носоглотки. Кроме того, специалисты Министерства здравоохранения РФ советуют не окунаться в прорубь на крещение тем, кто вакцинировался от коронавируса менее месяца назад. Вакцинация против COVID-19 подразумевает выработку антител от инфекции. Этот процесс происходит не сразу, достаточное количество антител вырабатывается через 21-40 дней. Также главный врач Центра медицинской профилактики отметила, что медики не советуют погружаться в ледяную воду с головой. Спазм сосудов головного мозга представляет серьезную опасность. Резкий скачок артериального давления может не только вызвать ухудшение самочувствия, но и стать причиной сердечно-сосудистой катастрофы. Для сохранения нормальной терморегуляции будет лучше перед купанием надеть на голову шерстяную шапочку. Для тех, кто все-таки решится испытать свое здоровье и окунуться в ледяную воду в ночь с 18 на 19 января, готовят прорубь на пруду Боровом. Как будут организованы зимние купания в этом году, расскажем далее. Близится один из самых древних и значимых христианских праздников – День Крещения Господня. В России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде, в специально прорубаемых и освещаемых прорубях. Согласно религиозным догмам, в ночь Крещения любая вода становится святой. Специальное место для желающих окунуться в мороз в ледяной проруби готовят каждый год. Уже взяли анализ воды на санитарно-химические и микробиологические показатели в пруду Боровом и двух источниках Святого Владимира и Серебряные ключи. Результаты анализов будут готовы в ближайшее время. Несмотря на то, что пока еще неизвестны результаты анализов, администрация готовится к этому мероприятию. Заключен муниципальный контракт, в соответствии с которым сейчас мы готовим купель на пруду Боровом, которая будет оборудована соответственно со всеми требованиями безопасности людей на водных объектах. Единственным оборудованным местом для купания в городе будет пруд Боровое. Окунуться в прорубь можно будет с 22 часов 18 января до 3 утра 19 января. Традиционно будет подготовлен спуск купели, освещение, а также оборудованы места для переодевания и обогрева. На все время запланированы дежурства бригад спасателей и скорой помощи. Дно обследуют водолазы, специалисты обустроят места для переодевания. Купания пройдут с учетом ковидных ограничений. Просим всех посетителей, всех граждан, которые будут приходить купаться, быть в масках, соблюдать режим полтора метра. Это, конечно, касается в первую очередь мест для переодевания. Готовятся четыре автобуса теплых для переодевания, поэтому надеемся, что в комфортных условиях достаточно пройдет это. Несмотря на все меры предосторожности, риск заразиться коронавирусом все-таки остается. И каждому, кто решит посетить место купания в этом году, нужно взвесить все риски и принять обдуманное решение. В Крещенскую ночь также можно будет набрать воды. К источникам Серебряные ключи и Святого Владимира расчистят подъездные пути. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Фольклорные посиделки читаем и рисуем. Творческая площадка «Матрешек, дружная семья», фотозона, народный костюм. Год культурного наследия народов России в библиотеке имени Пушкина открыл День фольклора. Подробности далее. Вам забава нам еда, да-да-да-да. Не ступитесь, поделитесь, будет счастье вам тогда. Одна из самых ярких площадок, которая открыла День фольклора в Пушкинке – святочные калятки. Сначала ребята познакомились с особенностями святочной недели, традициями, которые зародились на Руси. А затем отправились калядовать. Юные гости библиотеки заглянули в каждый отдел, пели калятки, поздравляли сотрудников с праздником и, конечно же, получили сладкие угощения. Сегодня мы приходили туда, и нам там на телевизоре много всего показывали, песенки мы там играли, много всего делали. Еще мы танец выучили, калятку повторяли. В каждом отделе библиотеки для маленьких гостей организовали зоны, которые раскрывают все богатства русской культуры. На фольклорных посиделках «Читаем и рисуем» ребята познакомились с бытом русской избы, узнали, как и для чего нужна была печь. Строение из бревен с треугольной крышей, покрытое соломой, пробовали нарисовать, раскрасить, а также собрать из кубиков. Эта секция не оставила равнодушными как малышей, так и взрослых. Деткам показали, как раньше в русской печке готовили пищу. Чегунок им был предоставлен, ухват, они его брали в ручки, чегунок подхватывали и устанавливали его в печку. Также детям показали, как раньше пряли пряжу. С веретеном они познакомились, ниточку пробовали наматывать на веретено. Праздник получился очень удачный и интересный. Еще одна интересная площадка познакомила ребят с русской матрешкой. Секцию организовали не случайно. В этом году сто лет отмечает семеновская матрешка. Малышам показали, как можно играть с ней, развивать мелкую моторику, память и воображение. Расписным куколкам, к примеру, повязывали платочки, что оказалось непростой задачей. Позднее для ребят провели мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки «Рождественский ангел». Смотрите, какая трогательная куколка. В ней столько нежности, чистоты, искренности. И именно с этими эмоциями этих куколок делали раньше мамы для своих деток или бабушки. А детки постарше уже делали их сами для себя, для того, чтобы защитить от всего плохого, что может встретиться на их пути. Для того, чтобы этот ангелочек принес здоровье, счастье, благополучие. И, конечно же, это не просто ангелочек, это ангел-хранитель. В Пушкинке появилась новая добрая традиция – семейные субботы. День фольклора получился настоящим праздником. Малыши приходили в уже ставшие родными стены с мамами, папами, бабушками. Этим мероприятием Пушкинка также открыла год культурного наследия народов России. Программу для юных саровчан подготовили и в библиотеке Маяковского. Здесь прошла интерактивная встреча для ребят детского сада «Сказка-ложь давний намек». Малыши отгадывали загадки, вспоминали известные сказки и знакомились с волшебными персонажами. Тема русских народных сказок полностью увлекла ребят в волшебный мир. Дети старшей группы детского сада номер 9 с интересом слушали библиотекаря и отвечали на его вопросы. Интерактивная программа «Сказка-ложь давний намек» прошла в библиотеке имени Маяковского в рамках программы «Чтение. Дело семейное». Сказки, тем более русские народные, они всегда актуальны для народа, для будущего поколения. Формируют и патриотические чувства, и приближают ребят к корням. Ребята отгадывали сказки по их фрагментам, проходили викторину по иллюстрациям, смотрели мультфильм, а также говорили о бытовых волшебных сказках и о сказках про животных. Узнали, чем они отличаются друг от друга. Малышам удалось посетить и выставку кукол на втором этаже библиотеки, а потом взять домой понравившуюся книгу. Больше всего мне понравился мультик. Мультик там, статуи, игрушки, но на втором этаже. Мне больше всего понравились сказки, что отгадывали. Мне понравились на втором этаже герои, герои и сказках. Там браки Кимора и Хмелён. Библиотека имени Маяковского ждёт в гости всех любителей чтения. Для них здесь подготовили несколько книжных тематических выставок «Отец Средиземья» и «Его наследие» с произведениями Джона Толкина. «Тигриный след в литературе» – проглавный символ 2022 года. Выставка «Метельно, сказочно, волшебно» перенесёт в мир уютных и праздничных книг. А стенд «Молодёжный читаймер» порадует разнообразием классики и книжных новинок. И это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!